Все вы, конечно же, знаете про Силиконовую долину, про Кремниевую долину вы тоже знаете. Так в чем же разница между первой и второй? Так в том, что никакой Силиконовой долины не существует. Правильное название Кремниевая долина – Silicon Valley. Обратите внимание, без английской «и» на конце. И произносится как «силикон». В слове же «силикон» это «и» на конце «есть». И произносится оно как «силикон». «Силикон» и «силикон». Чувствуете разницу? Термин «Кремниевая долина» используется для обозначения области в США, известной своими высокотехнологичными компаниями и инновациями в области информационных технологий. «Силиконовая долина» – это неправильный перевод английского названия из-за созвучных слов. У нас этот перевод прижился, и все мы активно его используем. И я тоже не исключение. «Кремний» и «силикон» – это два совершенно разных материала. Хотя их названия часто путают из-за схожести в английском звучании. «Кремний» – «силикон» – это химический элемент с атомным номером 14 в периодической таблице элементов. Это твердое вещество, относящееся к категории металлоидов или полуметаллов, обладающее полупроводниковыми свойствами. «Кремний» широко используется в производстве электронных чипов и компонентов для компьютеров, солнечных панелей и других электронных устройств. «Силикон» же – это полимер, содержащий «кремний». «Силиконы» могут быть жидкими, резиноподобными, твердыми в зависимости от их молекулярной структуры. Они находят широкое применение в самых разных областях, включая медицину – импланты, косметику, строительство, герметики, там всякие изоляционные материалы и кулинарию, например, формы для выпечки. Важно отметить, что «кремний» как химический элемент является основой для силиконов, которые представляют собой более сложные химические соединения. Так почему же «силиконовую долину», извините, «кремниевую долину» так называют? «Кремниевая долина» на английском Silicon Valley. Происходит оно от широкого использования «кремния» в производстве полупроводниковых устройств, которые стали основой для развития высокотехнологичных компаний в этом регионе. «Кремния» является ключевым материалом для производства микросхем и транзисторов, которые лежат в основе компьютерных технологий. Регион, включающий южную часть залива Сан-Франциско в Калифорнии, начал привлекать технологические компании и предпринимателей, занимающихся разработкой и производством полупроводников и компьютерных технологий уже в середине 20 века. Со временем он превратился в центр инноваций и технологий, привлекая все больше компаний и талантов в области тех же высоких технологий. На манеже все те же. Таким образом, название «Кремниевая долина» отражает роль этого региона как центра развития и инноваций в сфере компьютерных технологий и электроники, где Кремний играет центральную роль в производственных процессах. Название «Кремниевая долина» Silicon Valley не является официальным названием региона в юридическом или административном смысле. Это скорее прозвище или неофициальное обозначение, которое стало популярным и широко используемым для описания этого района. Официальный регион, известный как Кремниевая долина, находится в южной части залива Сан-Франциско и штате Калифорния, США. Он включает в себя несколько городов и муниципалитетов, в том числе Сан-Хосе, Санта-Клара, Пало-Альто, Маунтин-Вью, Редвуд-Сити, Саннивейл и другие. Эти города официально существуют как самостоятельные административные единицы. Само название «Кремниевая долина» возникло в 1970-х годах благодаря местным журналистам, которые освещали развитие полупроводниковой промышленности в этом регионе. Оно быстро прижилось и стало синонимом инноваций, высоких технологий, стартапов и предпринимательства в области IT и электроники. «Кремниевая долина» появилась как результат ряда исторических, экономических и социальных процессов, и ее развитие, естественно, связано с университетом Стэнфорд. Университет играл центральную роль в развитии «Кремниевой долины». Фредерик Терман – профессор Стэнфорда и декан инженерного факультета. Он активно поощрял своих студентов и выпускников к созданию собственных высокотехнологичных компаний. Он также помогал им получить финансирование и ресурсы. Терман считается одним из отцов-основателей «Кремниевой долины». В период Второй мировой войны и Холодной войны правительство США инвестировало значительные средства в научные исследования и разработки, многие из которых проводились в университетах, включая Стэнфорд. Это создало основу для инноваций и технологического развития в регионе. Многие выпускники Стэнфорда стали основателями ключевых компаний в «Кремниевой долине». Примерами могут служить Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккер, основатели Хьюлетт Паккер, которые начинали свой бизнес в гараже в Пало-Альто. Со временем регион превратился в экосистему, поддерживающую инновации и предпринимательство. Это включает в себя наличие венчурного капитала, инкубаторов, стартапов, высококвалифицированных талантов, а также сотрудничество между университетами и промышленностью. В 1950-х и 1960-х годах в регионе активно развивалась полупроводниковая промышленность. Появление компаний, таких как Fairchild Semiconductor и последующее основание множества других технологических компаний, утвердило репутацию долины как центра инноваций в области высоких технологий. Таким образом, университет Стэнфорд и его выпускники сыграли ключевую роль в формировании и развитии «Кремниевой долины», сделав ее мировым центром технологического инновационного развития. А теперь давайте коснемся, сейчас для вас будет неожиданно, Тайваня. Из новостей вы 100% слышали о треугольнике Китай-США-Тайвань. В чем суть? Тайвань можно сравнить с Кремниевой долиной в определенном контексте, но важно учитывать и значительные различия между ними. Сходство. Тайвань, подобно Кремниевой долине, является одним из ведущих мировых центров в области высоких технологий. Особенно это касается полупроводниковой промышленности, где Тайвань занимает ключевые позиции, особенно в производстве микросхем. В Тайване также активно развивается стартап-экосистема, и страна стремится к инновациям в различных технологических секторах, включая искусственный интеллект, робототехнику и блокчейн. Различия. В то время как Кремниевая долина известна своими инновациями в области программного обеспечения, интернет-технологий и стартапов, Тайвань более сфокусирован на аппаратном обеспечении, особенно на производстве полупроводников и компьютерной техники. Кремниевая долина развивалась в контексте экономики США и американской системы образования и инноваций. Тайвань же развивается в другом региональном и политическом контексте, испытывая уникальные вызовы, включая напряженные отношения с Китаем. Кремниевая долина, хотя и является значительным центром инноваций, составляет лишь часть более широкой экономики США. Тайвань же, будучи отдельным островным государством, представляет собой более обширную экономическую систему с более широким спектром промышленных и технологических активностей. О сходствах и различиях Кремниевой долины и Тайваня более-менее понятно. Но есть ли между ними связь? Да, связь между Кремниевой долиной в США и Тайванем существует и является довольно значительной, особенно в контексте глобальной технологической индустрии. Эта связь проявляется в нескольких аспектах. Многие тайваньские компании, занимающиеся производством электроники и компонентов, такие, например, как TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, имеют тесные деловые связи с компаниями из Кремниевой долины, например, Apple, Intel. Эти партнерства включают в себя производство микросхем, разработку и поставку различных технологических компонентов. Инвесторы и венчурные фонды из Кремниевой долины активно инвестируют в тайваньские стартапы и технологические компании. А тайваньские инвесторы и компании также вкладывают средства в проекты и компании в Кремниевой долине. Так и образуются у них такие тесные связи. Существуют академические и исследовательские связи между университетами и научными учреждениями Тайваня и Кремниевой долины. Специалисты, исследователи и студенты часто участвуют в обменных программах, совместных исследованиях и конференциях. Многие инженеры, разработчики и технологические специалисты из Тайваня работают в компаниях Кремниевой долины. И наоборот, это способствует культурному и профессиональному обмену между двумя регионами. Тайвань является ключевым игроком в мировой цепочке поставок в области высоких технологий. И многие компании из Кремниевой долины зависят от тайваньских производителей для поставки критически важных компонентов и продуктов. Так почему же Китай против такого сотрудничества Кремниевой долины и Тайваня? Если вроде как и тем и другим хорошо, развиваемся, делаем себе новые айфоны и макбуки. А нет, ребятушки, китайская оппозиция к сотрудничеству между США и Тайванем обусловлена несколькими ключевыми факторами, которые связаны с его геополитическими, экономическими и стратегическими интересами. Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и проводит политику одного Китая, согласно которой признается только одно китайское государство. Любые формы официального сотрудничества между Тайванем и другими странами, особенно США, Китай воспринимает как угрозу своему суверенитету и территориальной целостности. Китай рассматривает свои отношения с США через призму стратегической конкуренции. Усиление связей между США и Тайванем, особенно в областях военного сотрудничества и технологий, воспринимается как попытка США ограничить влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай озабочен возможностью укрепления военного потенциала Тайваня за счет поддержки со стороны США, что может изменить стратегический баланс в регионе и создать угрозу для китайской военной безопасности. Поддержание позиций по вопросу Тайваня также имеет важное значение для внутренней политики Китая. Любые уступки или изменения в позиции по Тайваню могут быть восприняты как слабость правящей партии и подорвать ее авторитет внутри страны. Тайвань играет важную роль в глобальных цепочках поставок, особенно в производстве полупроводников. Китай же стремится контролировать и влиять на эту область, видя в ней стратегическое значение для своего экономического развития и технологической независимости. Из-за этих причин Китай реагирует резко на любые попытки укрепления связи между Тайванем и США. Особенно если они включают военное сотрудничество, официальные визиты высокопоставленных лиц или подписание значимых двусторонних соглашений. Но давайте все-таки вернемся в Кремниевую долину и посмотрим на ее организацию и систему. Для простого соседа по лестничной клетке Кремниевая долина – это миллиардеры типа Маска, Безоса, Гейтса, ну и, конечно, айфоны, Теслы и Майкрософты. И хватит. Мы с вами не просто сосед какой-то, и мы знаем, что ни Гейтс, ни Безос в Кремниевой долине даже не живут. Почему? Вы не задумывались об этом? Об этом расскажу дальше. И про то, где Маск с Безосом и Гейтсом живут тоже. Но давайте разберем кое-что. Кем вообще контролируются компании, расположенные в Кремниевой долине? Как правило, их основателями, руководством и акционерами. Управление и контроль над компаниями зависит от их организационной структуры и стадии развития. Вот несколько ключевых аспектов. На ранних стадиях многие стартапы, к стартапам я еще вернусь в конце, контролируются их основателями. По мере роста компании и привлечения внешнего финансирования, контроль может распределяться между основателями, инвесторами и акционерами. Крупные венчурные капиталисты и инвестиционные компании играют значительную роль в финансировании и развитии компании в Кремниевой долине. Эти инвесторы часто получают долю в компании и, следовательно, некоторое влияние на ее управление. Крупные же компании, которые провели IPO, первичное публичное размещение акций, Apple, Google, он же Alphabet или Facebook, теперь Meta, контролируются группой акционеров, включая индивидуальных и институциональных инвесторов. Кем осуществляется управление такими компаниями? Советом директоров, избираемым акционерами. Посмотрите мой ролик про Стива Джобса, когда его уволили из своей же компании. Создатели Инстаграма были куплены Фейсбуком. Сначала они могли контролировать процессы в Инстаграме, но позже это стало невозможным и они уволились. Создатель Нетфликса также ушел после нескольких этапов инвестиций. Но кто самый крупный инвестор в Кремниевой долине? Это инвестиционные корпорации типа BlackRock и Vanguard и так далее. Они часто скупают акции технологических гигантов, что делает их одними из крупнейших акционеров в этих компаниях. Они не скупают только одну компанию, они скупают все компании. И, собственно, это дает им определенное влияние. Таким образом, контроль над компаниями в Кремниевой долине варьируется в зависимости от их размера, стадии развития и структуры собственности. А теперь факт, который вас, возможно, шокирует. Из Кремниевой долины уезжают. И уезжает все больше людей, чем приезжают сюда. Только за пандемию отсюда уехало 250 тысяч человек. Все логично. Нафига сидеть на удаленке у себя дома и платить за этот дом баснословные деньги, когда можно переехать в менее хайповое место и платить в 10 раз меньше. Но пандемия только послужила катализатором к отъезду профессионала. Согласно новому отчету штата, так называемый исход из Калифорнии продолжается. И район залива входит в число районов, теряющих жителей. Один из примеров громких отъездов из Кремниевой долины – отъезд Илона Маска, который решил перенести головной офис Тесла из Пала Альта в Остин. По его словам, Кремниевая долина стала иметь слишком большое влияние в мире. Цены здесь очень раздутые. И налоги высокие. Серьезность его отъезда и что в дальнейшем он не собирается себя как-то связывать с Кремниевой долиной, подтверждает и выставленный на продажу особняк в районе залива Сан-Франциско за 32 миллиона долларов. Так какие же общие причины того, что люди уезжают из долины? Высокая стоимость жизни. Это может быть непосильно для многих, особенно для тех, кто не работает в высокооплачиваемых секторах. Проблемы с транспортом и пробки. Регион страдает от пробок и проблем с общественным транспортом. Это делает перемещение по долине затруднительным. Стресс и конкуренция. Да, ребят, конкуренция здесь бешеная. И многие ее не выдерживают и выгорают. Желание разнообразия и изменений. Некоторые ищут более разнообразную культурную и социальную среду. А Кремниевая долина в этом плане относительно однородна. Ну и объективно, за ту стоимость жизни, которая есть в долине, вы можете получить гораздо больше в других местах. Налоговая нагрузка. Калифорния имеет одни из самых высоких налоговых ставок в США. Это еще одна весомая причина поменять локацию. Экология. Многие жалуются на загрязнение воздуха, воды, жаркое лето, пожары и все, что с этим связано. Тот же Маск во время своего отъезда отмечал, что даже для сотрудников Теслы, которых в Калифорнии было 22 тысячи, было очень сложно купить себе дом рядом с работой. Почему? Дорого. Поэтому приходилось снимать или покупать что-то очень далеко. Но тут уже неудобство. Сильно выматывают все эти дороги, это долго. Ну и, наконец, еще один фактор. Это фейлы Кремниевой долины. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько стартапов не вывозят? 90 процентов, ребят. По разным источникам в Кремниевой долине сейчас 40 тысяч стартапов. 11 тысяч новых стартапов появляются ежегодно. 25 процентов из них закрываются, не просуществовав и года. Статистика показывает, что в недалеком будущем большая часть из них прекратит свое существование. Лучшим будущим для них станет что? Перспектива быть купленными каким-нибудь техгигантам. Остальным придется паковать вещи и менять локацию на более приземленную. Друзья, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите в комментариях, о чем еще интересно вам узнать. Я был в Силиконовой долине. Было и в университете Стэнфорд. Если вам, кстати, интересно узнать больше про учебу в Америке, и не только учебу в Америке, заходите на мой второй канал с Maps Education, где я рассказываю об учебных заведениях по всему миру. Только в прошлом месяце я посетил 7 стран, катаясь как раз-таки по учебным заведениям. Если вы не подписались на этот канал, подписывайтесь. Не знаю, почему вы еще этого не сделали. И в следующих выпусках я буду больше рассказывать о других странах. Пока и увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok